Итак, Михаил Юрьевич, присаживайтесь, а я напоминаю зрителям, что вы тоже можете задать вопросы заместителю губернатора Владимирской области. Для этого найдите девочку, у которого вот такая круглая вещь на белой футболке, вот она. Итак, лучшие вопросы попадут сюда, на которые ответят заместитель губернатора. Итак, Михаил Юрьевич, первый вопрос. Какой для вас самый грустный и самый веселый момент в КВН? Подумайте. Грустный был только что. Вы знаете, начинаешь ощущать ветеранский статус. Только вышел на сцену, уже продолжили сесть. А веселый, он тоже был на сцене. На одном из прошлых наших игр, я вручал гран-при. И диплом гран-при, он был на метане, с очень красивой глянцевой поверхностью. И я прочитал гран-при и прислуждаются, а там я посмотрел и увидел свое отражение в этом гран-при. Я отнесся к вам, если вы, если честно. Скажите, пожалуйста, недавно Светлана Юрьевна ответила на вопросы граждан. Сейчас вы отвечаете на мои вопросы. Это пресс-конференция или исповедь? Поскольку я с вами говорю как на духу, то это, конечно же, пресс-конференция. Все, что мы говорим на пресс-конференции, это же практически как исповедь. Скажите, Светлана Юрьевич, темнота — друг молодежи. Вы тоже связаны с молодежной политикой. Когда вы перешли на темную сторону? Все началось достаточно далекой юрбистой. Давным-давно, не могу сказать, что в далекой галактике, но здесь у нас я вдруг ощутил этот треверсилы в темном кинозале. Потому что случилось, что до того, как волшебный луч начал волшебное действие на белой, я не сказал, как в стене, на экране в зале, в зале не могли выключить свет. И все попытки начала, они называли свист. И я понял, что когда света слишком много, он абсолютно не в цене. Иное дело, свет, который возникает среди темноты, и там ты понимаешь, что в ногу выхватывает нечто волшебное и красивое, и потом понимаешь, что этот свет рисует удивительные картинки и истории, и ты их переживаешь. Для того, чтобы понимать, что такое свет, надо обязательно понять темноту. Я не понимаю, что у вас сидит на пресс-конференции человек, который познал и свет, и темноту. Скажите, пожалуйста, вы связаны с молодежью и в курсе современных тенденций. Зачитайте что-нибудь из современной рыбчинки. Сложное дело. Надо что-то подумать. У меня тут тоже есть один вопрос, вот, забулись. То есть вы говорите, вот, плацкарты на боковушке, да? Вы что-то, ну, знаете, возникают мысли, но не обладающие высокой художественной мощью. Поэтому давайте попробуем, но попробуем чуть, вот, когда закончатся вопрос, а может быть, к этому моменту что-то допишется в Латвии. То есть вернемся к краю? Да, да, слушаю. Недавно... Аплодисменты. Недавно в народе обсуждалась новость о домогательствах со стороны Харви Ванштейна, известного на весь мир кинопродюсера. В России за этот год полиция поймала около двух тысяч сексуальных маньяков. Скажите, пожалуйста, может быть, хотя бы среди них мы найдем талантливый кинопродюсер, а как это? Я полагаю, что тут достаточно ясен. Я знаю прекрасные курсы повышения квалификации, правда, достаточно долгие, начиная от десяти лет и более в Владимирском Централе. Но полагаю, что история с Ванштейном, она, конечно, очень интересна. Потому что уже сейчас рождает даже интернет-феномены. Вот я открываю почту, и что я там вижу? Вылезает рекламная картинка, что там написано, как вы думаете? Капли Ванштейна. И эпидемия, эпидемия сексуального изоблачения, которая вдруг поразила весь Голливуд. Но я, наверное, с нетерпением жду, когда кто-то из актеров мужчин заявит на храме, и начнется быть еще большая эпидемия. Может быть, совсем уже недалеко, когда команда национальной хоккейной лиги, или, не побоюсь этого, национальной баскетбольной ассоциации, состоящей из мощных, харизматичных афроамериканцев. Вдруг выпадет определенные претензии Харви в социальных домогательствах. Мне почему-то кажется, что Харви в данном случае страдает за силу западного цивилизации. Но при этом надо сказать, что, наверное, по делу. Ксения Собчак в своем интервью заявила, что в рамках предвыборной конки она придерживается позиций против всех. То есть и против вас лично. Чем бы вы ей так насолили? Как вы видите? Ну, нужна на сцене девушка, интеллигентная, привлекательная внешность, желательно из хорошей семьи, желательно в очках. Можно ли здесь рассчитывать на полный жалоб и команды? У нас КМИ-КВ таких нет. Хорошо, тогда простите, могу, вот, в рамках театра неусловности, попросить вас, мне немного подыграть. Потому что у вас в связи как и в отношении есть одно. В этих очках. Прошу вас с вами вместе вот где-то, вот здесь. Давайте здесь, в публике, кавриану Валеновской русской. Итак, представим. Дорогие друзья, привлекательные, из хорошей семьи, интеллигентной и яркой вежности, Владимирская девушка. Хорошо, представим. Итак. Когда я анализировал тот феномен, феномен в нашем социокультурном пространстве, который еще более усугубил Ксения своим недавним политическим шагом, я сделал вывод, который у вас, я тоже попрошу оценить. В настоящее время явно имеют место снижение темпов природства спада, электоральных антипатий по отношению к кандидатам, записывающимся под кандидаты в президенты, и поддающихся отождествить себя с позиции «я» за всех тех, кто против всех. Скажите, как привлекательная, молодая, Владимирская девушка, вы поняли, что я сейчас сказал? «А да, вы знаете, я понял, что вы сейчас сказали, речь идет о тех представителях оппозиции, которые говорят, что я выдвигаю свою кандидатуру, вот, ну вот, смотрите, интеллигентная, современная Владимирская девушка, которая каждый день реально решает свои жизненные проблемы, каждый день решает реальные проблемы в своей жизни». Женщина, молодая женщина, которая сталкивается с многочисленными ботодами проблемами, которые вы все знаете. Допробки, очереди в поликлинику и многое другое. И вот эта женщина, которая познала опыт жизни, она поняла, а к себе нет. Указайте почему, и в этом будет ответ, чем я ее с вами. Никогда еще меня так не унижали люди из администрации в запросах. Михаил Ильич, нам пришли вопросы из зрительного зала. Пожалуйста, почитайте. Вот и я не смог. На это у меня есть прекрасный ответ, я забыл свои очки. Михаил Ильич, если в женщине главное – это глаза, что главное – мужчине? Ну, вот если честно, я наполадаю, что это написали вы, и я знаю, что глаза у меня красивые, подержите. Теперь все равно. Давайте следующий вопрос. Вот, да? Что? Пойдите, пожалуйста, черных очках не вижу. Итак, вопрос задает известный кто, но на салфетке, видимо, молодцы. Куда приведет дорога в никуда, в скобочках, нижняя Дуброва-третья Кольцева? Я думаю, что содержательную часть вопроса надо адресовать Ксении Анатольевне Собчак, а что касается данной записки, то я прошу потом подойти в комнату присидио, мы обсудим это лично. Михаил Ильич, зачитайте, пожалуйста, следующий вопрос лично. Можете в очках? Михаил Ильич, что в вашем понимании золотой ёж? Ну что ж, я отвечу и на реальный, и нереальный составляющий в этом вопросе. Относительно того, о чем чаще всего спрашивают, это, конечно, довольно известный фейк, имеющий отношение никогда не исполненному контракту, а посему будет мифическим. А вот что касается реального, единственная просьба не считать действий, которые я сейчас буду производить, рекламы какого-либо продукта. Итак, что такое золотой ёж? Вы в глобусе бывали? Да. Когда вы проходите там винный отдел, вы попадаете в общем-то в раздел, где продаются дорогие импортные водки. Итак, дорогая импортная водка, полтора тысяча рублей бутылка. дорогое пиво от двухсот рублей банка или бутылка. Кружка. Держите меня в микрофон, Ёжик получается поистине золотой. бутылка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Живем в общежитии в ЛГУ Комната хорошая, ребята нормальные Но не хватает плазменной панели Так это тоже потом Видимо кто-то сговорился Михаил Юрьевич, также живем в общаге Девчонки у нас тоже все хорошие Конечно, но где? Что-что-что-что? Но где полинарные боксы пройти? Если я готов вам рассказать о возможностях Которые предоставляет проект Астрономическая карта Владимирской области Мы сделаем это отдельно После того, как поговорим с той девушкой Которая просит проводить ее туда, не знаю куда В той части, на которую ей не сможет Ответь Ксения Анатольевна Собчак Девчонок из пятого общежития Прошу подойти потом в комнате президиума И в конце Тихо, тихо, тихо И в конце Михаил Юрьевич Ну так зачитайте что-нибудь Со временем репчинга Ну давайте попробуем Если здоровье, братишка, не жалко Ты приходи, приходи в социалку Будешь работать и каждую ночь Даже родные не смогут помочь Но это не все Дописываем дальше Если внезапно ослабли Каверии Не размокай, тебя ждут в Каверии Будешь ты здесь улыбаться, друзья Все, что придумаешь, сделаешь сам Даже если ты Даже Если умеешь вводить даже трактор То приходи, будешь новый редактор Если же знаешь о жизни все сущей То снова к нам Будешь новый ведущий Раунд 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 Давай не могу Я сейчас АПЛОДИСМЕНТИМ Если Если же есть много денег и лет, И я тебя жду в попечительский совет, Чтоб позади осталась вся жуть, Надо чуть-чуть в голове отстегнуть. Это вы спасли, ну и самое последнее для вас. Для расширения социальной базы нашего движения. Хочешь избегнуть системных проблем? Брось, брат, бутылку, иди в КВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!